И так каждую последнюю среду месяца. Пенсионеры ждут этого дня как праздник. Подобные творческие гостиные в ДК Содружества начали проводить с февраля. И это уже шестая встреча в кругу единомышленников. Каждый раз коллективы Дома культуры развлекают пенсионеров и устраивают с ними концерты. Ведь гости и сами не прочь спеть и станцевать. На этот раз пожилых людей развлекал музыкальный коллектив Полифония. Для людей в преклонном возрасте это прекрасная возможность отлично провести время. Надеть свой лучший наряд, сделать прическу и вспомнить молодость. В этот клуб я хожу давно, еще до ремонта. А сейчас вот очень хорошо для пожилых сделали вот этот концерт, чаепитие. Мы очень довольны, ходим сюда с удовольствием. Мы здесь собираемся не только жители Дмитрова, даже с поселка приезжают сюда и все очень рады. Потому что, знаете, для пенсионеров это самый большой праздник. Это действительно праздник души, отдыха. Ну все бывает дома, знаете, у всех. А тут придешь и друзей встретишь, и поговоришь, и потанцуешь. Творческая гостиная – это прекрасная возможность не только пообщаться со своими друзьями, но и по возможности расширить круг общения. Ведь с каждой встречи количество посетителей растет. Вы знаете, я почти всех знаю. Вот сейчас, в связи с тем, что стало концерт и чаепитие, появились многие здесь друзья. А так мы уже как своя семья. Мы уже знаем, даже созваниваемся. Ты идешь, а почему ты не идешь? Давай. Вот звонят. А вот я в газете не прочитала. А когда будет у нас? По словам Любови Андреевны, одна встреча в месяц – это мало. Хотя наша героиня состоит еще в клубе «Радость» при Доме культуры Содружества, где они также встречаются раз в месяц. Признается, что хотелось бы проводить подобные праздники почаще. Здесь мы приглашаем всех. Ну, так что приходите. У нас то же самое. Но мы ведем концерт уже сами. Сами читаем стихи, сами песни поем. В общем, кто чего узнает новенького, тот рассказывает. Даже читаем свои стихи. У нас многие пишут стихи. Кстати, в творческой гостиной сегодня также были и стихи. Каждую встречу в свое произведение читает писатель Виталий Устинов. Безусловно, такие встречи приносят нашим дедушкам и бабушкам только положительные эмоции. Здесь пенсионеры отдыхают и душой, и телом. Как они сами говорят, жизнь после 60-ти только начинается. Редактор субтитров А.Семкин